Всем привет, меня зовут Михаил и я преподаватель в школе программирования пиксель. Сегодня мы научимся создавать анимации на Python с использованием библиотеки Pygame. Давайте начинать! Первым делом напомню вам, что библиотека Pygame не встроена в Python, поэтому ее нужно отдельно установить. Это можно сделать в терминале, консоли или в Windows PowerShell командой pipinstall pygame. Но после того, как мы ее установили, мы можем импортировать ее в наш Python код и начать использовать. Первым делом давайте сделаем что-то простое. Создадим самое стандартное окно нашей программы. Для работы с модулями Pygame их нужно инициализировать командой pygame.init. Также давайте зададим основные параметры нашего окна, его ширину, его высоту. И создадим, собственно, само окно, задав эти параметры. Дальше, так как мы не хотим, чтобы наша программа завершалась сразу же, мы зациклим ее. Но при этом добавим возможность отключения этой программы нажатием на крестик. Для этого мы проходимся по всем событиям. Если находим событие, которое равняется pygame.quid, останавливаем Pygame и останавливаем работу программы. Также в цикле укажем команду для обновления нашего экрана и небольшую паузу, чтобы наш цикл не выполнялся слишком быстро. Например, 30 миллисекунд. Теперь давайте проверим. Да, отлично, окно создалось. Ну а теперь давайте попробуем нарисовать что-то в этом окне. Например, круг. Для этого мы используем стандартную для Pygame команду drawCircle. Внутри указывая экран, на котором мы хотим его нарисовать, цвет и координаты, где мы хотим видеть наш круг, а также его радиус. Что ж, давайте проверим. И круг радиусом 50 появился в координатах 50-50. Отлично. Теперь давайте подумаем, как же мы можем его перемещать. Я не зря записал координаты в переменных. Значит, мы можем менять эти координаты, меняя значения в переменных. Давайте сделаем так, чтобы каждую итерацию цикла к нашим координатам прибавлялись какие-то числа. Например, 1-1. И вот наш круг начал двигаться. Супер. Но почему-то он оставляет за собой след из других кругов. Это особенность работы Pygame. Pygame каждый раз рисует все заново. И чтобы закрасить предыдущие круги, давайте сверху мы будем зарисовывать их синим цветом, написав команду screen.fill. Отлично, все работает. Теперь давайте сделаем так, чтобы наш круг отскакивал от стенок. Для этого создадим еще две переменные. Скорость по x и скорость по y. И именно эти переменные будем прибавлять к координатам каждую итерацию цикла. Так вот, чтобы менять направление передвижения нашего шарика, нашего круга, мы просто будем менять эти переменные, менять знаки у этих переменных. Если скорость y будет больше нуля, то есть положительная, значит y будет увеличиваться и шарик будет лететь вниз. Если отрицательная, то вверх. Если x будет больше нуля, то он будет лететь вправо. Если меньше нуля, то влево. И мы запишем простое условие, что если наш круг касается правой или левой стенки, то есть его координаты близки к координатам правой или левой стенки, или он зашел за них, то мы меняем скорость по оси X на противоположную, умножая на минус 1. И то же самое делаем с верхней и нижней стенки, только меняем уже скорость по оси Y. Давайте проверим. И да, наш шарик отскакивает. Все отлично. Но есть еще один вид анимации, который может пригодиться вам в проектах. Это анимация по уже нарисованным картинкам. Представим, что мы нарисовали вот такую картинку. Кстати, обращаю внимание, что размер у нее 352 на 32. То есть здесь 11 картинок, 32 на 32. Так вот, чтобы создать из них анимацию, нам нужно их сначала разделить. Для этого загрузим эту картинку и создадим список, куда мы будем записывать каждую частичку этой картинки. Назовем его Sprites. Теперь напишем цикл, который будет повторяться 11 раз. Почему 11? Потому что мы берем ширину нашей картинки, делим ее на 32 и получаем 11. И так как это Python, перемена I будет меняться от 0 до 10. Дальше мы создаем специальную поверхность, размером 32 на 32. Также создаем переменную Rect, сокращенную от Rectangle, прямоугольник. Создаем прямоугольник, с помощью которого мы будем вырезать нужную нам картинку. Мы задаем у него координаты левой верхней точки и ширину и высоту. И теперь на нашу поверхность Surface, наш листочек пустой, мы вырезаем с помощью прямоугольника, с помощью Recta, нашу картинку. И после того, как наш пустой листочек наполнился картинкой, мы засовываем его в наш список. Теперь давайте научимся отрисовывать нашу анимацию. Делается это очень просто, с помощью команды screen.blit, куда мы загружаем картинку или Surface из нашего списка с картинками. Например, давайте возьмем первую. И также мы должны указать координату, где мы хотим расположить эту картинку. Я расположу ее ровно посередине. Проверяем. И да, видим, что все работает. Но сзади какой-то черный фон. Чтобы его убрать, мы должны активировать прозрачность нашего png файла, а также сделать наш Surface прозрачным. И как видите, задний черный фон исчез. Теперь, чтобы каждый раз переключать новую картинку и играть анимацию, мы просто будем менять вот это значение с нуля на следующее. Для этого создадим переменную, например, AnimationCount, которая будет меняться каждую итерацию в нашем цикле. Но если мы все так и оставим, то эта переменная очень быстро выйдет за пределы нашего списка с картинками. То есть за пределы 10. И выдаст ошибку. Чтобы такого не происходило, мы используем операцию остатка от деления на 10. За счет чего наша переменная AnimationCount никогда не выйдет за пределы 10. И давайте проверим. Отлично, наша анимация работает. Таким образом, мы рассмотрели два способа создания анимации с помощью библиотеки PyGame. Надеюсь, вы тоже попробовали создать анимацию и использовали ее в своем проекте. А чтобы глубже разобраться в Python, записывайтесь к нам на онлайн-курсы. Ждем всех. И чтобы не пропустить новые ролики по Python, подписывайтесь на наш канал, на наш дзен. И не забудьте нажать на колокольчик.